Почти 70 лет находится в плену уца. Почти с опережением графика отнимают от 70 лет, значит где-то 67 лет. Так вот уже нет этого царя Навухода Насора. После него уже идут другие правители в Вавилоне. Но народ все равно, вот этот уведенный, все равно находится в плену. Пусть даже идут правители, но они идут правителям вавилонские, не израильские. Правят персидские цари. Им помогают цари медийские, потому что Персия и Мидия тогда были дружны, и это была фактически империя. Хотя правили, в общем-то, поначалу правители Персидские, потом захватили власть правители Мидийские. Хрущев уже фактически идет как царь Дарий, идет как правитель Мидийский. Именно он свергает Берия, ставленника, потом, значит, после Навухода Насора, его племянника. Берия идет как племянник Навухода Насора тогда в древнем, значит, вавилоне. И Хрущев идет как царь Мидийский. И опять-таки, вот почему мы идем с опережением графика, царь Мидийский тогда завоевывает вавилон, будучи, значит, отроду, ему было, по-моему, 59 лет, так, где-то, или 57 лет. А у нас, значит, да, у нас Хрущеву было, по-моему, 57 лет, когда он приходит к власти, а там в 60 лет царь Мидийский захватывает власть. Но, в общем, я это не очень хорошо помню, вот это. Можно, конечно, у меня записано, кто хочет, желает точно. Вавилон тогда было взять практически невозможно. Это настолько был укрепленный город, настолько хороша была стража. И только единственный день, в единственный день можно было его взять, это когда, значит, племянник Навухода Насора устроил пир, поминки. И вот в эту ночь, значит, перепившийся стража оставила, как бы, ворота незакрытыми, что ли, или плохо укрепленными. Взял тогда царь, значит, Дарий. Но на нашей, значит, эпохе, взял, Кремль взял Хрущев. Он же был в древнем, значит, Вавилоне вот этим Мидийским царем тогда. Ну и, наверное, мы тоже говорили, что вот есть какая-то схожесть, что Хрущев все раздаривал. Значит, раздарил почти все, значит, он вообще помогал. Ну, по Библии Мидиане вообще они очень простые, непристрастны к золоту, серебру, очень такие с откровенной душой, не персидские цари. Но все-таки после царя Дария Мидианина идет царь Кир в Вавилоне, который отпускает плен. Царю Киру дается видение от Всевышнего. И идет приказ отпустить израильтян из плена. Вернуть им их имущество, золото, серебро, все сосуды от Дома Господня. Помочь им начать строить, значит, отстраивать Иерусалим. Помочь в возведении Дома Господня, потому что Бог приказывает царю Киру помочь в строительстве Дома Господня, Бога, значит, Израилева. И Кир призывает к себе старейшин, а весь Вавилон, фактически, весь вот этот израильский состав, который находился в плену, фактически все рабы там, на таком положении. Но из них, конечно, некоторые уже были там богатые. Так вот, значит, царь Кир призывает старейшин и приказывает им, значит, вывезти население из плена, увезти в Иерусалим, значит, вызывает Зарававеля. Под Зарававелем, значит, идет Борис Ельцин, который, значит, был тогда у царя Кира в Вавилоне в Виночерпием. Ну, Зарававель, значит, Шешбацар, Неемия и Тершафа, это все одно и то же лицо, только один и тот же человек имеет четыре имени. Тогда было очень модно иметь несколько имен, несколько фамилий. Люди грешили, потом, значит, очищались, исповедовались и брали себе другое имя. И вроде бы казалось, что, значит, уже вот черти не будут его преследовать. Затем имя брали иногда, вот менялись власти, угода властям тоже, значит, меняли имя. В целях, если вот чем-то заболевали, и чтобы избавиться от какой-то болезни, опять-таки брали себе новое имя. Так вот, почему-то Борис Ельцин очень любил много имен. У него в той жизни вот было этих четыре имени. Именно он первый выводит, значит, из Вавилона, вот, часть вот этого населения. Пятьдесят тысяч с ним выходит. Притом царь Кир отдает ему по счету, по счету, все серебро, которое забрал тогда царь Навуходоносор. Из хранилищ вытаскивают, значит, все сосуды, все предметы. И все это, в общем, племя увозит в Вавилон, то есть в Иерусалим. Затем, значит, царь Кир дает подмогу, помогает и хлебом, и маслом, и строительным материалом, и деревом. И даже, более того, призывает окружные народы помочь вот этому народу в строительстве этого города, в восстановлении этого города, в восстановлении, значит, храма вот этого Дома Господня. Конечно же, только пятьдесят тысяч человек выходят из плена. Остальные не выходят из плена Вавилонского царя. Служат власти, серебру, золоту, культу и так далее. Но, фактически, тут еще идет подтекст такой, что распускается империя. Следом, значит, идет вот такая, значит, информация, что было отдано шешбоцарю по счету из хранилища пять тысяч четыреста предметов золотых и серебряных. Там кувшины, чаши и так далее. И выходит пятьдесят тысяч человек из плена. Так вот, кувшин, сосуд иногда кодируется просто как голова человека. Пятьдесят тысяч умножить на пять тысяч четыреста получается ровно двести семьдесят миллионов. Это все, значит, уходит из Вавилона. Фактически здесь подтекст такой, что распускается вся империя. Под царем Киром, под вавилонским царем Киром, идет Горбачев, Михаил Горбачев. Именно он возвращает вот этот плен. Именно с его царствования уже закладывается вот это, закладывается подрыв под империю. И затем он вообще возвращает все Шешбацарю, отдает ему российский престол. Ну, распускает коммунистическую партию. Теперь Зоровавель. Это, значит, слово тоже, имя зашифровано. Зоровавель. Ориентир от Авеля. Это одна расшифровка. То есть вектор от Авеля, под Авелем всегда идет рай. Далее, второе имя Шешбацар. Шишка Борис-Царь. То есть царь Борис Ельцин. Третье имя, значит, Тир-Шафа. Это опять-таки все у одного человека. Тир-Шафа лучший стрелок, лучший полководец, лучший генерал, лучший маршал. Ну, я вам вчера уже говорила, что Борис Ельцин в прошлой жизни князь Михаил Кутузов. Он же был еще и царем Карлом VII во Франции, как раз в ту Столетнюю войну. И, между прочим, именно при нем прекращается эта война с Англией. И именно Францию вот этот, значит, король приводит к очень хорошему, такому, под конец своей власти, очень хорошее вот это состояние приводит все государство. Ни один король до него не приводил Францию к такому, значит, в общем-то, хорошему состоянию, как именно этот Карл VII. Правда, на него валились шишки, что он очень как бы неактивен, как бы пассивен. Ну, вроде бы все договора, постановления, соглашения, вроде бы как бы мало действий, вроде бы как бы французское население было недовольно. Но именно история подтверждает, что именно он в самом лучшем состоянии сдал Францию другому правителю. То же самое сейчас идет и с Борисом Ельцином. Соглашение, все вот это на кончике ножа, все уладить, договора и прочее, прочее. Дальше. Четвертое, я объясню потом. Четвертое имя у него Неемия. Неемия в подтексте означает загипнотизированный. Как бы немой. Недеятельный. Человек в кандалах, в узах, связанный. Так вот, по-другому, по другой еще интерпретации Неемия, есть человек, новолуния. Ну, человек, что ли, работающий от Луны, под влиянием Луны. Это еще одна интерпретация этого, значит, имени. А, в общем, если первый вариант взять Неемия, то есть загипнотизированный, то означает, что на человека возлагается под гипнозом какая-то политическая программа. На сознание накладывается программа политическая под гипнозом. И этот человек не может свернуть с этого курса. Он будет идти только в этом направлении. НЭП так НЭП. Приказано НЭП, значит, будет НЭП. Потом, когда снимается с него эта программа, он уже сам по себе. Естественно, что Ельцин в прошлом революционер, довольно сильный. Он не мог смириться вот с этим введением НЭПа в Россию, с этим вроде бы сейчас начинающим капитализмом. Но победить Гайского царя другим способом невозможно. Перед ним вначале нужно отступить. Если бы не был введен НЭП, если бы в 90-м году, в 91-м, не были отпущены цены на продукты, как я вот уже вчера говорила, просто 30% населения уже России умерло бы от голода. По Нострадамусу, по черному плану, уже во дворах были бы трупы. И некому было бы уже хоронить. И богайское население начинало делать уже то же самое, что тогда после 1917 года. Начали уничтожаться продукты, зарываться, прятаться, сжигаться. В лесах, мы уже знаем, доносил у вас невзоров. Выбрасывали туши свиные, консервы. У нас выбрасывались, зарывались в Эстонии куры, яйца зарывались. Горы огурцов выбрасывались за городом, горы помидор. А, между прочим, на прилавках магазина было совершенно пусто. Жили по талонам. И тем не менее продукты уничтожались везде. И, увы, это было достоверно. Они начинали уничтожаться у вас во всей России. И чтобы не допустить вас до голода, чтобы не было такого, что родители едят своих собственных детей, А по Нострадамусу, по черному плану, если не будет введен НЭП, родители едят своих собственных детей. Штука получалась очень страшная. Так вот, именно введение НЭПа не позволило развернуться вот этой страшной трагедии. Когда отпускаются цены, уже ни одно предприятие продовольственно не смеет зарыть продукт, уничтожить его. Не хлеб с ветчиной, но и не хлеб из опилок. И в конце какой-то хлеб. Никто с голода не умирает. Даже нищим вы подаете. Притом, я смотрю, что сидят бабушки, которые просят милостыню. Они все получают пенсию. Я много езжу, бываю на вокзалах. Днем я вижу этих нищих, которые ходят, умоляю, значит, плачут, с крестами просят подаяния. Вечером я их вижу пьяными. Я вижу этих инвалидов на вокзалах, которые распивают бутылку и уже матом кроют все это население, которое подавало ему буквально час назад. Там эти гроши. Не понимаете, так уж слишком трагично. Конечно, к беженцам тут по-другому нужно отнестись. Это люди не виноваты в том, что вот они беженцы. Но у всех пенсия. У меня пенсия тоже на пенсии. И точно так же рассчитываю все свои средства. Все мои доходы от книги, от лекций идут все на тиражи. Я ни одного рублянина еще не взяла ни с одной лекции, ни с одной книги. Я живу только лишь на пенсию. И пенсия у меня маленькая. И когда приходят, значит, подходят на вокзалах люди, которые получают такую же пенсию, я им говорю, что я живу вот так-то, так-то, так-то. Они говорят, а нам не хватает так, а мы так не можем. Так извините меня. Так, значит, четыре имени у Бориса Ельцина. Он является по приказу Вавилонского царя области начальником в области Вавилонской. Все в его подчинении. Когда, значит, возвращается вот этот плен в Иерусалим, то начинают они с того, что, конечно, размещаются по своим территориям, смотрят хозяйство. Оно все разрушено. Первое, за что они начинают, в общем-то, браться, пытаются возводить храм Господень. И исправляют, как бы, в общем-то, его основания. Закладывают его основания. Но тут же идут доносы. Тут же идет протест от окружных народов. Ну, конечно, окружные народы у нас, это и другие страны. И под окружными народами идет население нашей же страны, которые, значит, бунтуют. А в то время, значит, в Древнем Иерусалиме эти народы пишут Вавилонскому царю, что этот негодный Израиль начинает отстраивать город. И уже основания исправили, что нужно прекратить, значит, заставить его военной силой прекратить это делать. Что они, помышляя, значит, строят еще и стены вокруг Иерусалима. Ну, конечно, депеши идут к Вавилонскому царю, но там разбираются, в общем, все равно им разрешают дальше строить. Вокруг, значит, Шешба-царя формируется не очень хорошее ядро противники. Значит, его противником идет, самым сильным его противником идет Санна Валлад и Товия. Санна Валлад тоже самоидентична с именем Хасбулат. Товия, давайте расшифруем теперь Товию. Товия, ты Вий. Вий по-древнеславянски, сын Змея Горыныча. Мистер Жириновский. Притом, поначалу, значит, говорится, что, как бы, поначалу он обижается на Санна Валата. И только потом, значит, как бы уходит вот этот Санна Валат, и уже Шешба-цар обижается на Товию. Его не раз вызывают, значит, чтобы заманить в ловушку. На него клевещут, его чернят. В общем, против него идет сильная пропаганда. Шешба-цар не обращает на это внимания, значит, очень осторожно ведет себя. Притом, говорит так, значит, что он вынужден был работать всегда так, чтобы держать около себя копье. Так было опасно. Значит, племя через... только не сразу. Вот поскольку, значит, они пытались исправить основание, значит, в какой-то степени там начали работать, а потом на несколько лет они прервали работу по, значит, исправлению основания вот этого Дома Господня. А Дом Господень идет как коммунизм. Настройка, общественная настройка коммунистического общества. Дом Господень – это коммунизм. Не имея, значит, здесь говорить, что я решил, объехал вокруг Иерусалима и вижу, что стена города разрушена. Притом, он объезжает вокруг города, чтобы никто не видел тайно ночью. И решается, значит, что будет восстанавливать стены Иерусалима. Идет как бы тайное, вот уже такое сознательное направленное, значит, решение восстанавливать вокруг города стену. Что означает на нашем витке, в наше время, и возведение границы, и возведение государственности, и суверенитета, и своей собственной валюты, и так далее, и так далее. Ну, естественно, конечно, когда они принимают участие в возведении стены, то, в общем, идет дело быстро. Но это после какого-то промежутка времени, где они, в общем-то, очень боятся окружных народов, которые все время угрожают им. И не имея говорить, что все работы велись так, что буквально он должен был у каждого человека ставить по вооруженному, значит, человеку рядом для охраны. И у него у самого все время было копье, и под рукой вода. И точно так же у каждого. Половина населения у него держала копье, и половина населения работала. Потом менялись. Были насильщики, мусора много. И, значит, очень... А под мусором идет дефектный народ. Этот мусор выкидывать тяжело. Много развалин, много разрушений. Идет так же голод в Иерусалиме. Какая-то часть населения начинает, естественно, богатеть. За счет того, что страшно нищают все остальные слои. И в народе возникает ропот. Протест. И тогда, значит, встает... Ну, под закладку идут, значит, имущества. Вот эти богатые дают в рост. Дают взаймы, но с ростом. Серебра. Значит, за какой-то большой процент. Получается, что основная часть населения в заложниках. Фактически у них заложены и сами. Они, значит, вынуждены, в случае чего, если не отдадут долг, отдать своих детей в рабство. Заложены, значит, дома, заложены имущества, заложены земли. Все это так же самое получается, как у нас. И тогда, значит, ездра... Ну, вот, во-первых, вот второй плен. Первый, значит, плен в 50 тысяч выводит шезбацар. Но из Вавилона еще выходит второй плен. Выводится еще вторая часть населения. Выводит ездра, первосвященник. С ведущей в законе Моисеевым. Так вот, ездра проводит разъяснительную пропагандистскую работу среди населения. Объясняет закон Божий. И именно ездра очень многое восстанавливает в этом Иерусалиме. Неемия, значит, в этом тяжелом, значит, ну, ездра, конечно, очень много помогает. Вся просветительная работа фактически на ездре. Вместе с ездрой, с первосвященником, значит, большую работу проводят левиты в Скинии собрания. И вот здесь, вот в этот момент, значит, встает Неемия, который вызывает всех старейшин своего города, всех богатых, вызывает на собрание и начинает их стыдить. Что вы, значит, покупаете своих же братьев. Что мы выкупаем своего брата у каких-то других народов. Отдаем, значит, платим за это золотом. А вы, значит, их закабаляете. Что ж вы делаете? И ездра здесь при всем народе вытряхивает свои карманы. И говорит, я никогда не ел хлеб области начальника. Я никогда не пользовался привилегиями области начальника. Я никогда не брал в рост. Я все отдавал. Я всегда, я и мои братья всегда делились со всеми. И поскольку он, значит, вытряхивает все свои карманы и говорит, я все отдал. Извольте сделать и вы. И вот тогда, значит, общее вот это собрание, значит, решает сделать то же самое. И в дом Господень возвращаются деньги, возвращаются хлебное приношение, там, ладан. В общем, отдают общество на сооружение стены, храма, в общем, свои сбережения. Тут же, как бы, в общем, делается благоприятная обстановка в обществе. Сразу же все меняется. Вот это самое будет сделано и у нас в России. Будет когда-то объявлен клич «вытряхнуть карманы». Иначе с этой территории уйдете. И сделайте это заблаговременно. Отдайте все свои сбережения обществу, государству. Иначе для этой территории просто не годитесь. Не подойдете под этот кодекс чести. И собирается, значит, после этого момента объединяется общество. Вот израильское общество. Что, не подходит? В обществе израильском идут такие процессы, значит, пересмотра вообще своего мировоззрения. В обществе идет раскол. Отделяется племя израильское, чистое, без примесей, благородное, от иноплеменных. Потому что многие из них были перемешаны с иноплеменными. Многие имели жен от других племен. Естественно, народили детей. Но иноплеменные народы не желали принять этих законов. Не желали подчиниться этим законам. Во-первых, вот это все израильское племя, которое приняло закон Моисеев, которое подчинилось не имея и ездре. Они очень сильно отличались от остальных. Во-первых, они оделись в варитище, в бедную простонародную одежду. Сняли с себя эти украшения, дорогие одежды. Далее, посыпали головы пеплом. А посыпать головы пеплом означает покаяться, очистить, сжечь на своей голове все нечестивые мысли. И тягу к богатству, и тягу к золоту, и тягу к власти. Далее, опять-таки, иноплеменные народы не желают признавать всего этого и не подчиняются. И тогда племя израильское отделяется от иноплеменных. Ездра раздирает свои одежды и приказывает отделиться. И кто имел жену другого племени? Детей от этой жены. Либо жена, либо женщина имела мужа с другого племени. Все отделяются. Детей, которые тоже не поддерживают их, тоже делят. Конечно же, в Израиле стоит плач, и горе есть, и стинания, и слезы. Но очень стойко все переносят. Разделиться так разделиться. И сгоняются. То же самое произойдет у нас. Но если тогда отделялись иноплеменные, просто иноплеменные, которые не принимали их обычаев и законов, сейчас отделятся все те, которые будут не подходить под кодекс чести этой территории. Человек коммунистического общества не должен иметь замашек к золоту, власти, серебру, диктату, к империи, к религии. Дальше. Изгоняются и сыновиоровы из племени израильского. Потому что сыновиоровы не приняли, не встретили Израиль с хлебом и солью. Под сынами виоровами идет религия. Люди религиозные. Они ведь, вы знаете, у нас по истории были против советской власти. Смотрите, как они все против Ленина. И против коммунизма. Сыновиоровы не войдут в царствие Божие. Когда готова стена и произошло разделение, то Неймея устанавливает очень сильную таможню. Он, конечно, торгует с окружными народами. Тем разрешается въезжать в Иерусалим. Но в определенные только дни. Проходя, обязательно на воротах стоит стража. Просматриваются все сумки и поклажа. Очень строго следят за этим. Какая-то торговля разрешается и все перекрыто. Не разрешается жить иноплеменным. И вот сама по Библии вот эта стена. Вот в Новом Завете город окружен, значит, вот этот Новый Иерусалим. Как там сказано, Новый Иерусалим украшенный как невеста для Бога. То вот вокруг этого Иерусалима, значит, по Новому Завету создается стена. Высокая и очень большая. Это означает очень сильную границу. И почти непроходимые стены. То есть нельзя будет, не будет разрешено жить в России иноплеменным. Конечно, я говорю, с другими странами будут поддерживаться отношения. Но только лишь очень-очень такие, ну, необходимые. Фактически в основном, поскольку Иерусалим сам, вообще вот Израиль, фактически по Иисусу Новину делится на 12 территорий. За каждым коленом Израилевым закрепляется определенная территория. То и Россия, сама Россия будет разделена на 12 самостоятельных регионов. С самостоятельным управлением. В Москве Иисус лишь будет координировать их совместные действия. Будет полностью дана каждому региону экономическая самостоятельность. Вот сейчас уже начинается это. Фактически, значит, свободный город, свободная экономическая зона. Вы уже видите. Почему это нужно? Это необходимо, чтобы лишить вот эту единую территорию централизованного управления. Расчленить ее на самостоятельные отдельные участки регионы, где управление было самостоятельным. Чтобы можно было между этими регионами установить экономические отношения, культурные связи. И вот соревнования в какой-то степени. Понимаете, каждое колено будет где-то вырываться вперед, где-то чего-то изобретать, открывать свое, свои истинные дороги, свои истинные пути. Хотя фактически дорога будет, направление будет одно, коммунистическое. Но, возможно, какой-то регион свое что-то применит, другой свое. Это будет очень удобно, что не будет централизованного управления. Поэтому, значит, и по Новому Завету Иерусалим имеет 12 ворот, на которых 12 ангелов. То есть абсолютно самостоятельные центры. Чтобы вот вам ближе подойти к тому, что я говорю, я немножко, так сказать, раскрою одну тему со строительным отвесом. Во-первых, значит, поскольку у Неемия задача восстанавливать Иерусалим, то Неемия фактически должен быть в какой-то степени быть сам строителем. Ельцин строитель. В его руках, по Библии, строительный отвес. Прибор простой, но, тем не менее, в строительстве без него не обойтись. Вот что говорит Всевышний. А в Иерусалиме в это время, значит, в Древнем, были два пророка, Агей и Захария. И когда уже фактически были такие моменты, что Иудея, а фактически это племя Иудейское восстанавливает Иерусалим, это самое сильное колено израильское, то были времена, когда народ просто падает духом. Строительство прекращается, значит, к храму Господню, значит, никто не подходит. Все забывается. Это, в общем-то, на несколько лет такая ситуация остается. То в это время начинают работать пророки Агей и Захария. И Всевышний, Всевышний обращается, вот что очень важно, обращается не к Зарававилю, то есть не к Неемии, а обращается именно к этим двум пророкам, потому что эти два пророка работают от Бога. Все, что, значит, Бог вкладывает в этих пророков, пророки передают населению и вдохновляют народ на строительство храма Господня. Именно, когда прекращаются работы, два пророка начинают вдохновлять народ и даже начальников этого Иерусалима продолжить вот эти работы. Поэтому вот по книгам, значит, Неемии, по книгам Ездры, по книгам Агея и пророка Агея и пророка Захарии идет белый план. То есть вот все наши дни вот эти вот. И вот что, значит, говорится в Библии по этой теме. Так сказал Господь Саваоф. Народ сей говорит, не пришло еще время строить дом Господень, то есть строить коммунизм. Мол, не пришло и не будем строить. И было слово Господне через Агея пророка. А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении. Посему ныне, так говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатываете для дырявого кошелька. Так это? Абсолютно точно. И пока не станете строить дом Господень, будет так. Дом Господень все в том же смысле коммунистический строй. Так вот, продолжает Бог. Взойдите на гору. Взойти на гору, значит, взойти на Ленинские горы. Потому что вершина горы есть вершина власти. Под вершиной горы кодируется и власть подземной цивилизации, и власть райской цивилизации. Но здесь власть райской цивилизации. То есть, обратите внимание на это. Взойдите на гору и носите дерева, и строите храм. И я буду благоволить к нему, и прославлюсь, говорит Господь. Ожидайте многого, а выходит мало. И что принесете, то я развею. За что? За мой дом, который в запустении. Тогда как вы бежите, каждый к своему дому. Потому небо и заключилось, и не дает вам росы. Не дает вам росы, под росой идет народ очищенный. Народ из рая. Вот нет у нас, видите, экономистов, хозяйственников, нет ученых, нет людей, которые бы вообще могли взять и организовать все это. Все разваливается, и людей, в общем, получается, что нет, которые бы могли все это сориентировать, привести все в порядок. Я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб ваш, на елей, и на все, что производит ваша земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд. И послушались за Равафель, сын Салафилев, и Иисус, сын Эседеков. Дело в том, что Иисус скрывается в Москве. Он не принимает ни в чем участие. Конечно, ему больно, понимаете, потому что против него протест идет, гонение. Сейчас работают просто его пророки, его ученики. Сам он на втором плане. Так вот, обращение, значит, и к Зарававелю, и к Иисусу. И послушались Зарававель, и Иисус, и весь прочий народ в глазах Бога, Господа Бога, своего, и слов о геи пророка. И возбудил Господь дух Зарававеля, сына Салафилева, правителя Иудеи, и дух всего остатка народа, и они пришли и стали производить работы в доме Господа Саваофа. Так вот, дальше обращается Бог к Агею. Скажите Перзарававелю, сыну Салафилеву, правителю Иудеи, то есть Ельцину, Иисусу, сыну Иоседекову, великому Иерею и остатку народа, кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе? Ну, это революция 17-го года, уже начали строить. И каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших, как бы ничто? Ну, действительно, строить коммунистический как бы стал вот, ну, нереальным. Коммунизм, это миф получился, призрак. Но ободрись ныне, Зарававель, говорит Господь, ободрись Иисус, сына Иоседеков, ободритесь. Сын Иоседеков, великий Иерей, ободрись весь народ, с земли, говорит Господь, и производите работы, ибо я с вами. Завет мой, который я заключил с вами в происшествии вашем из Египта, и дух мой пребывает среди вас, не бойтесь. И дальше идет напоминание о революции 17-го года. Вот смотрите, как точно сказано. Обратите же сердце ваше на время от всего дня и назад, от 24-го дня 9-го месяца. Был 10-й месяц, вот тут одна буква, надо 10-го, что это вот, то ли потерялось при переписке, то ли при переводе, но здесь должна стоять дата 24-го октября. Так вот, обратите на тот день внимание, от того дня, когда основан был храм Господень. То есть, произошла революция 17-го года. Обратите сердце ваше. То есть, здесь намек, значит, вот на те события 17-го года. И было слово Господне Кагею вторично в 24-й день месяца и сказано, скажи Зарававелю, правителю Иудею, Иудеи, потрясу я небо и землю, и не спровергну престолы царств и истреблю силу царств языческих, опрокину их колесницей и сидящих на них, и не зринуты будут кони и всадники их один мечом другого. В тот день, говорит Господь Саваоф, я возьму тебя за Рававель, сын Салафилиев, раб мой, говорит Господь, и буду держать тебя как печать, ибо я избрал тебя. То есть, на правителя России идет только один Ельцин, пока до эпохи бессмертия. И Бог говорит, я буду держать тебя как печать, то есть, в качестве законодательной власти. Бесполезно ему отказываться. Он будет выполнять эту работу, эту программу до самого последнего. Ну, конечно, в общем-то, Иисус в какой-то степени сильно подорвал свое здоровье. На него была и так возложена очень большая программа тогда, революция 1917 года. Ему немножко нужен фактически сейчас отдых, но он принимает бразды правления в 1997 году. Опять звучит просьба к Зарававелю перетерпеть это тяжелое трудное время. И далее, значит, вот Зарававелю Бог посылает светильник. Тоже через Агея, значит, пророка Бог посылает Зарававелю светильник, который символизирует эпоху бессмертия. Я уже говорила, что светильник символизирует вот переход на эту эпоху. Это светильник, значит, есть вообще эмблемы эпохи бессмертия. Так вот, здесь такие, значит, упоминания. И возвратился тот ангел, который говорил со мною, говорит Агей. И пробудил меня, как пробуждает человека от сна его. И сказал он мне, что ты видишь? Я ответил, вижу вот светильник весь из золота и чашечка для елея наверху его и семь лампад на нем и по семи трубочек у лампад, которые наверху его и две маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мной, что это, господин мой? И ангел, говорившись со мной, отвечал и сказал мне, ты не знаешь, что это? Я сказал, не знаю, господин мой. Тогда отвечал он и сказал мне так, это слово господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит господь Саваоф. Вот в Библии есть фраза перекуем мечи на орала. Расшифровка такая. То есть мы больше не будем браться за оружие. Шпаги, пистолеты, пушки больше для нас неприемлемы. Мы перековываем все на орала. Орала есть, значит, понятие такое на старославянском языке как плух. Но в данном случае это не то. Ну, конечно, плух способен, как говорится, пропахать землю, взрыхлить ее, понимаете, и народ как бы ободрить и активизировать. Но в данном случае здесь другое. Орала от слова оракул. Вещать, информировать. То есть все, никаких пушек, никаких пистолетов. Мы не собираемся драться. Мы собираемся лишь проводить идеологическую войну. Пропагандировать освещать.